здравствуйте уважаемые телезрители в эфире программа доживем до понедельника в студии григорий гельфри евгений гендин и борис васильев добрый вечер добрый вечер фейсбук работает не ленитесь будьте активны будьте как цукерберг и присоединяйтесь и зарабатывайте столько же но и онлайн у нас тоже зарабатывать честно потому что кто будет зарабатывать нечестно тех уже ждет антикоррупционный суд потому что еще не ждет уже ну уже поджигал немножечко петр алексеевич уже подписал значит вот то что было принято на верховной ради там 317 голосов проголосовали на самом деле сейчас только правило проголосовано его еще надо на самом деле как бы где-то хороших условиях полгода еще ломали через антикоррупционное колено не ну там была как бы очень жесткая такая история саботировали как могли предлагали свои варианты какую-то там антикоррупционную палату что-то но запад ну так достаточно жестко сказать в сказал денег денег не дадим евросоюз сказал отменим без виз в общем короче шантаж что не дают деньги они хотят хоть как-то немножко контролировать там вся речь шла но главном кто контролирует вот вот этих вот судей антикоррупционного суда и кто может там накладывать вето на их назначение есть общественный совет из всяких таких уважаемых людей и была речь о том что отечественных они назывались и нас ну как бы международные то там могли быть даже и украинцы но они должны были быть рекомендованы международными институциями и речь шла о том что один член этого совета может ну витировать назначение суд судьи доторговались до того что только три члена совета могут витировать и то там это пересматривается 3 вместе из вот одну короче говоря там свои как бы подсчеты кто же все-таки это контролирует но на самом деле в любом случае это некий шаг говорят бояться внешнего управления но если люди дают деньги они же наверное могут если не скажут с 10 этажа за наши делайте пожалуйста тем более ну мвф это же не просто деньги тоже некий такой сигнал другим инвесторам можно туда давать не могу только сказать о зарплатах вот члены антикоррупционного суда это уже показать для от 6 до 12 тысяч долларов но предполагается что такая зарплата или за одного посаженного нет там пресса предполагается что такая зарплата получила камера мотивировать честно вот работать и честно сажать и значит вот эти члены вот этого вот общественного совета который мотивировать зарплата шесть тысяч долларов и командировочная или еще премиальный типа на позору короче есть а горячий старт и есть опасения у наших элит что может сложиться такая может получиться такая структура которую нельзя как бы зайти и договорившись с вертикалью власти с восьмичем сравнении с теми деньгами которые там будет да понимаешь чем дело ну запад то они же миллиарды дают понимаешь и они делегируют туда своих людей так что есть есть шанс что это будет работать прозапа не киево антикоррупционный диктат определила работать может и будет но вот некоторые такие структуры это еще не начала уже может начинают могут давать сбои вот в канаде прошел прошла встреча лидеров стран большой семерки дата же 7 же 7 ранее уже 7 вы встретились поговорили и приняли итоговый такой коммунике вот на которой подписали не все а сша не подписано подписала потом а потом отозвал отозвала да почему потому что да да они даже заявили что все подписали а потом как вот дональд трамп обвинил канадского премьера до министра нет премьер-министра жастина трюдо во лжи и проявлений слабости якобы он ему улыбался там и стила когда трамп нож в спину на пресс-конференции бросил вот и также еще америка конечно недовольна тем что канада берет по их мнению огромные пошлины с фермеров с американских машины свои наоборот через не свои но из канады ввозят как бы дешево и поэтому он не подписал ну и такой появился напряженность мягко говоря на это значит сразу реакция европейская пошла до дональд туск да это президенте с евросоюза да он сказал что очевидно цитата что президент сша и остальные члены же 7 продолжают расходиться во взглядах на торговлю изменения климата и иранскую ядерную однако больше всего его беспокоит туска тот факт что основному основанному на правилах международному порядку ну бросается вызов и что бросаете в общем-то страна которая всегда за этим порядком как бы этот ну маркон сказал более времени менее менее до макрон менее демократично он предупредил трампа возможной изоляции и со стороны же 7 а тем более там же и канада и мексика не да где у вас был трамп там же где раньше был а я хочу заметить что и 3 до и макрон красивые да 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 вот и подчеркнули же может быть это вот рампа покажет надо быть и . вот и он предупредил американского коллег не начинать торговую войну между друзьями и предостерег что сша могут столкнуться с изоляцией сейчас же и меркель конечно и и я просто еще хотел добавить что трамп вообще там ляпнул что россию надо возвращая это он сказал да уже 8 это уже убил это убил потому что эти пред хотят оставить формат g7 плюс они поддержали целостность украины сделали заявление аннексию крыма там осудили и так далее объединились вот вокруг своих ценностей хотя там не только трамп там и австрия уже как бы италия знаете что мне кажется мне меркель тоже кстати осудила сказала что будет очень может плохо но вам не кажется что вот эти действия они как бы подтолкнут могут подтолкнуть что хуже всех украине может оказаться в этой ситуации я что-то так посидел и мне пришла такая гениальная мысль что может быть вот такими действиями европу подтолкнут россия начнет искать там какого-то тоже не статичная что очень политика сложная многовекторная много параметров тут нет но украина должна думать о себе бороться о себе с помощью антикоррупционного суда рассчитывать что там за дядя как-то 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 говорят я от этих планетарных вещей хотел бы в наш город вернуться из хоть у нас ироничная программа но добавив горькой иронии от планетарного наш года сегодня больше о нашем городе хочу сказать значит грустная но хотя подумаешь но эпоха очередная эпоха закончилась очередной конец эпохи но это для нас для нашего города достаточно болезненный но лучше ужасный конец чем ужас без конца то есть у нас все время же мы живем все-таки в поисках хочется искать где вкус цвет запах не общее выражение лица нашего города вот я помню как гордились вот восьмидесятые годы когда говорили о днепропетровске сразу вставала значит футбольный клуб днепр да а юмз и скромно это не скромно тогда еще называли квн дгу команда вот юмз как-то дышит на ладан не скромно да квн дгу дышит надеюсь не на ладан вот футбольный клуб днепр значит в этом году ему исполняется 100 лет он встречает его оригинально смертью значит практически уже футбольный клуб днепр я напомню 1918 был основан как брит брянские рабочие индустриальные техникум петровец сталь металлург 62 год днепр и юмз 72 год высшая лига но эпитафи уже надо 83 и 88 чемпионы 8 кубок и так далее еще не так давно четыре года назад боже это четыре года назад до финал лиги европы и вот год своего столетия значит днепр не получает аттестат подарок да для участия во второй лиге прекращает он уже прекратил существование как профессиональный клуб мы помним эту историю да что ну игорь кавалерича хозяинку и ситуация что не заявился в аматор еще да ситуация такая что до закон не на роль то его игрушка собственно а шума будем сейчас а по социальной социальной ответственности вот не получает во второй лиге прекращает существование как профессиональный клуб более того под вопросами участия в любительском чемпионате до 20 июня не подав заявку клуб вообще прекращен он наигрался хозяин сейчас на него там не торопится его игрушка что завод кончился причем во всех отношениях завод этой игрушки кончился но кстати она у нас же еще днепр один есть да хотя считается антагонисты куда первую лигу вышел в полуфинал так что кубка украины тоже очень престижный турнир вот абрамович например он же тоже не смог про ним не хочет продавать челси ему же не продлили эту британскую визу он израильский патч порт себе сделал въезжать может без визы но работать и бизнесом не может ему предлагали два миллиарда самый богатый человек британии но не продал тоже вот некая такая вот 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 собака на сене может вот этот редклиф самый богатый британец купит все-таки у игоря валерьевича заплатит долги уже все рамосу и никто еще осталось несколько дней может быть это он успеет но во всяком случае да и история же была вот подобная по моему бухаресте рапид там был он тоже обанкротился потом наплевать на рапид вопрос том что сейчас посмотрите через какое-то время объявится конкурс на может быть аренду эмблемы днепра и искать днепр это выиграет аренду давайте только днепр только под победу но пока сломана такого городской команду с домом это случилось да ну если там с жизнь днепра сложно наверное продлить но возможно ну а если речь идет о человеческих жизнях то тут в любом случае уж точно промедлять нельзя я просто хотел немножко так перейти вот к беседе порошенко с путиным по поводу ну по сути дела полет заключенных потому что все таки у нас теперь есть вышинский ну не у нас а у кого надо у того есть значит и по сути то о чем мы говорим мы к обмену готовы до к обмену готовы путин сказал вообще это вещи же как бы сравнивать нельзя это журналист а то террорист как бы и он же хотел памятник ленину взорвать и нанести сейчас сраженскому тоже там я думаю достаточно да ну в общем то будем надеяться ну лавров сказал что у нас есть такой юридический опыт имею ввиду савченко ну был такой опыт и был такой ну есть такой человек и и вот обменяли обменяли что блин гарри я подумал о извините за блин она просто 10 эмоций сказал бы кто-нибудь нам когда мы здесь там 2011 или 12 программу ввели что мы будем обсуждать объем кирюхи вышинского будет ли этот путин на украинского политзаключения то есть это просто прошу прощения сломать с пылью не хочу а про олега сенцова хочу сказать ну что он уже там 20 дней голодает человек ведет себя очень мужественно причем он голодает требуя чтобы всех украинских политзаключенных выпустили его поддерживают его поддержал даже вот американский пэн-клуб джонатан франзен великий писатель надо поправки там салмана ружди да то есть это люди ну бы мирового уровня то есть они говорят освободите режиссера и говорят не особо не но все равно все равно это действует кинотавр на кинотавре тоже выступили вот лёня мазур ты же знаешь наш друг он режиссер сейчас живет в америке он пишет что кинотавр показали в три часа ночи потому что чтобы вырезать нельзя было бы этому просто показали три часа ночи как люди ну протестуют и требую ну не просто люди а режиссеры выдающиеся как быть не кинематографисты требуют освобождения сенцова поэтому пожелаем ему во первых здоровья мужества ну не только он там есть еще как бы тут же сущенко и и другие то есть чтобы они все-таки оказались дома среди родных и близких бывает звонит коллеги не но тем более про президентом это что это немножечко и пиара что поменяет как бы прибавится ли прибавится да наверное наверное хотя вот порошенко на это у него мечта он не мечтает о рейтинге я вот понял я прочитал он мечтает о другом он мечтает чтобы украина стала членом евросоюза и так он всегда в этом и нато он конкретно называет сроки тридцатый год так что он не может помечтать отличная мечта я тоже мечтаю будет лица я правда не порошенко пока я так вот с утром он хочет владимир владимирович и наверное может быть ну как пересидеть ну конечно так а как а конституция же ты еще сколько ну так ну так брифи или он тоже уйдет вернем к чему к тому что это очень долгая мечта голодом что это на новую перспективу как насчет верить начинать себя ты знаешь что мало ты понимаешь я вот смотрю верить не знаю я вот смотрю на все больше и больше появляющихся появляющихся машин нашем городе на евро номерах конечно если это считать европой то это вообще может быть уже безвеста же не за авто я не поро сейчас порохоботство какое-то начать безвеста же как бы не верили сейчас это не порохоботство я не говорю что это панацея но это реальный прорыв реально это реально я все равно считаю что можно ожидать в стране в которой допустим да посмотрите эти машины на евро номерах их все больше и больше и наши законодатели кабмин верховная рада они думают сейчас ломают головы как подогнать законодательство под то чтобы упростить удешевить эту процедуру растаможки которые ездят нерастаможенные то есть ты ездишь на машине я и мы такие лохи лохи я хожу нерастаможенным пешком а вместо того чтобы поступить с этими ребятами просто по закону действующим вот и все по-видимому там поэтому надо еще о европе надо немножко жить по европейски начинать я да вот по европейски даже по-американски агентство развития днепра жить вот в вопрос переименования принимает причудливых есть агентство развития днепра в городском совете этом панченко да по моему руководит они выложили сообщение что в днепре появится бульвар имени стива стива джобса это вот это в америку сезда с филатовым и там нахватался он протянется от слабожанского проспекта в сторону интерпайп стали по территории бывшего завода карлолипник то и станет частью большого а мы знаем что там на 60 гектар собирается индустриальный парк innovation фарпост они там американских этих специалистов по восстановлению индустриальных зон привлекли ну серьезно в общем то работает но и они это выложили а мне это немножко тоже знакомо когда мы вначале вот делились какими-то культурными планами джаз на днепре как там не верили и тогда сразу а зачем вот это надо а вот это своих а вот лучше и огребли в огребли значит они в публичной плоскости украинских ученых либо именем какого-то американца которого отношения к городу не имеет а лизнуть пиндосом лизнуть америкосом д украинцы еще и фоновское назовите так далее агентство горели аргументы собрёздят но название лишь элементом много чего будет в этом индустриальном парке но нет и потом это узнаваемость нейминга на самом деле даже тоже своя система она привлекает внимание мира к там к месту к локации в прошлом локация была хорошая но не в этом дело но во всяком случае и мне кажется инициацию вот такую общественную девственность они потеряли в коммуникациях с народом потому что просто на них навалились но понятно курица не птица джобс не шухевич поэтому как бы вот они огребли но посмотрим больше улиц хороших а разные надо предложить меньше имен для названия цукерберга и тогда джобс уже покажется ну а это живет говорит человек который живет на улице минаке миндал шнерсон и нормально живу мне кажется на дня слобожанского тогда тянуть дальше может быть ну я хотел сказать что с инновациями в городе понятно немножко музыки хотим поговорить и же это тоже очень такая горячая тема да вот я хотел сказать сначала что это не жениам он не любители музыки это вот значит 60-летний пенсионер которого достала музыка как как пенсионер да вот значит он позвонил и сказал что кафе заминировано приехали до шести лет вот это не любовь к музыке получать ну я но с другой стороны есть какие-то позитивные моменты вот девочка из днепра соня селянка она заняла в милане первое место значит на конкурсе ну пианистов причем для поездки деньги собирали в общем то есть такая благотворительная биржа доброди и то есть благодаря этому девочка смогла поехать там получила золотую медаль это наша землячка это в общем то круто потому что говорят где наши таланты вот нет и поэтому с музыкальными школы мы будем пожестче а может надо как-то потщательнее да может что-то да я хочу сказать что ты вначале говорил что там теперь мвф все-таки мы под диктовку через колено же они ведь ломают но пока мы ждем транши не дадут раньше не дадут мвф минфин гадая требует народ наш они украинцы как могут помогают своей стране вот любим они массово сдают не продают начать валюту причем одиние взяли да вот смотри в пробилю других украинцев украинцы продали через банки на 350 с лишним миллиона долларов больше чем купили ну что я думаю что это не знаю либо патриотизм такой такой доверие национальной валюте или может от хорошей жизни может гривен вроде как бы тут держится держит вот так вот они и держат доллара по 8 правда нету и колбасы по 2 2 мы ее и держим эту гривну вот на 300 миллионов как бы купили борисович вы вы продаете или покупаете вы скажите а я вот бегущей строкой я все-таки продажу и покупку скажу значит уважаемые телезрители увага внимание attention attention сейл распродажа до идет налетай торопись покупай госпредприятия там же до большая распродажа господин новый список этих объектов подлежащих так называемой большой приводизации до конца года там 26 вкусняшек крупной приводизации там же страна по плану хочет 21 миллиард получить в бюджет но просто в прошлом году они хотели 17 получили три с половиной из 26 там 18 записывайте 18 энергокомпании вы можете приобрести там центр энерго запорожского тернопольская тэц в том числе и днепровская тэц еще крупные промышленные объекты небезызвестные ОПЗ это припортовый одесский завод суммы химпром азовма штурба атом еще продовольственная зерновая корпорация вы успеваете люди будут собственниками просто все президент отель и еще вот на что я нацелен завод алюминиевой фольги он мой прошу его не не брать все на продажу значит от 51 до 100 процентов а акции них причем предусмотрены некоторые мягко говоря не найду эффективность облегчение правил скажем если про в прошлом году было полный запрет для офшорных компаний резидентов страны агрессора кто у нас страна агрессор понятно то сейчас офшоры могут но не более 50 процентов составе покупателя а резиденты до 10 там русские до 10 процентов должен быть да тоже могут но надо продавать объекты без земли нет льготной приватизации не сняли преференции и еще нельзя советникам покупать но не внештатным советникам по культуре нам-то можно мы обязательно воспользуемся завода я уже взял забил а советникам которые привлечены к подготовке и они же там получают комиссионные которые могут быть по цене завода тем более идут же вбросы условия по тому же припортовому ведь на самом-то деле он может там до 100 миллионов в год давать давать прибыли при приносит но они же говорят вот он стоит он все равно не работает его продают продадут по есть по цене не дай бог конечно от какого-нибудь торгового центра а лоббисты получат комиссионный в общем короче полный список крупных 26 вкусняшек но единственное прошло вы можете прочитать да президент отель еще вот ты президент я завод алюминиевой фольги мой я его беру надо в страну пополнять бюджет страны а не сдавать деньги только и я вас вижу там может быть может быть может что-то приватизации гарик возьми тернопольского ну ладно я хочу на самом деле вот такую информацию оптимистическую вот мы немножко говорим о том что у нас таком что-то не все складывается в этом что-то все не так грузинском городе значит вот была такая история на выложили на птицефабрике решили что яйца ну как бы протухли выбросили их на свалку по сути дело а яйца то не протухли а из них вылупились цыплята можно показать вот это чудо понимаете чудо я понимаю вот там гора из далее вот это да и вот из этой горы вдруг они побежали в город к людям да люди их стали брать и поэтому я как бы много да их сотни сотни я метафора просто даже если вам кажется что вы на мусорнике то есть то все равно можно выйти к людям главное чтобы яйца были мне что-то напомню как на начальной школе пели песню и в желтенький костюмчик джейпджей на самом деле вообще-то украина лидером было по прошлому году по поставкам птицы люди вообще в европе во европе вот поэтому конечно это было круто были люди но ты сказал что кто-то статус потерял свой днепр до футбольник, клуб Днепр. Он себя потерял. Да, и себя. А город Днепр, он наоборот приобрел. Он вернул себе незаслуженно потерянный статус города-миллионника. И теперь по данным статистики на 1 января 2018 года население Днепра составило 1 миллион, я так понимаю... 3 человека. Да, 3 тысячи. 3 тысячи. А была же вообще, было меньше миллиона и тенденция... Может быть, это, наверное, не в рождаемости, мне кажется, дело. А вот это, что мэр там подсупил-то аромское, там еще что-то. А ты имеешь в виду аннексия без контрибуции? Ну да, да. Не, ну тоже это нормально. Вот и все. А миллионник, там же есть свои определенные уже фишечки, там бюджетной политики и везде. Коротко скажу, что с 15 по 17 знаковое событие фестиваль блогеров, вход свободный, более 30 знаков блогеров. Почему коротко, хотя для меня, важное событие и для меня, и для моего города, и вашего социального. Потому что завтра, я так понимаю, мы подробнее в программе в кое веке меня пригласили в программу Васильевский остров. Потому что она событие важное, поэтому мы завтра... 21.00 мы, я и Ян Валетов, с Борисом Васильевым, расскажем все нюансы... О месте и роли современного блогера в современном мире. Но с 15 по 17 ход свободный не пропустите. Это будет очень интересное событие. И завтра не пропустите, в 21 час. 21.00 и программа Васильевский остров. Ну что, могу сказать, что если вы пользуетесь юбером, то старайтесь... Почему юбером? На евро номера? Убер. Ну, неважно. Чем бы вы ни пользовались, если вы вызываете эту службу, то старайтесь не выпивать. Потому что теперь у них есть такая программа, которая определяет, выпил человек или нет. То есть, по скорости набора, по количеству ошибок, по тому падает у тебя этот смартфон или нет. Но они не отказываются от вызова, а они просто присылают специально подготовленного водителя. Так что лучше все-таки в трезвом виде вызовы. А корову успею? Да, давай. Все, наконец-то! Уважаемые зрители! Я все-таки про оленя скажу сначала. Купальный сезон открыт в Днепре. Открыт экзотично, ярко открыт. И судоходно одновременно. А поскольку рана коровы судов особо нету, кроме антикоррупционного суда, то экзотически открыт купальный сезон в одном и том же месте, с разницей в два дня, там между Днепровско-Арельским заповедниками и Кайдарским мостом, сначала проплывал благородный олень, а потом по той же навигации плыл кабан. Тоже благородный. Да, тоже благородный. Таких оленей полно. А это прямо из Красной книги. Таких неблагородных вокруг. То есть они чувствуют, что мост перекроют. Животные это не чувствуют. И вот о животных. Корова, короче говоря. Рассказывал я про корову, которая по дороге на бойню в Польше сбежала и уплывала на остров. Да, да, мы помним. Телезрителем уплывала на остров. Превратилось в олене. И до сих пор живет свободно на острове, никого не подпускает и уплывает. А тоже в Польше, тоже корова. Значит, прошу не подаиваться. Я долго шел к этому дню рассказать о корове, которая сбежала. Хозяин погоревал. Значит, она сбежала. Через полгода ее заметили в компании вот 50 зубров в Беловежском заповеднике. Ну как с такими ребятами. Она так вполне комфортно тусовалась среди крупных особей. Ученые волнуются, потому что возникает вопрос, будут ли они спариваться. С 50 зубров? Да. И не повредит ли гибрид популяции зубров. То есть сексизм. Они о зубрах волнуются, о ней. Другая угроза. Все-таки кто-то из ученых сказал, что детеныш зубра больше по размеру. Меня очень волнует эта тема тоже. И корова может умереть во время родов. Но, говорят ученые, она еще молода и может одуматься. Поэтому давайте и мы будем думать, пока мы молоды и красивы в некоторых случаях. Да. Я рассказал про корову. Боже, что... А можно откинуться? Можно, да. И откинуться. Ну, на этом, наверное, тогда все. Мы все, да, попереживаем, закроем. Я не просто так рассказала, а со смыслом. А если еще алюминий пойдет, то фольга. Спасибо, уважаемый телезритель, за то, что были с нами, слушали нас. Ну и почем мы сдаем доллар? Да. Час надо пойти узнать. А завтра Васильевский остров. Курс на завтра. С Валетовым. 21 час. С Валетовым. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин